Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубей Эрбалатов. Президентом России Владимиром Путином подписан новый майский указ. В нем много внимания уделяется развитию здравоохранения и образования. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев также обращает внимание на качество медицинского обслуживания населения. В связи с этим, с целью ознакомления с ходом строительства новых лечебных учреждений, председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов посетил республиканский онкологический диспансер. Его сопровождали вице-спикер парламента Елена Ельникова, председатели комитетов Висампаша Ханалиев и Муса Машалиев, а также первый заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Фейзуллах Габибулаев. Исполняющий обязанности руководителя ГКУ Дирекция Единого государственного заказчика-застройщика Магомед Газимухединов рассказал о том, как проходит строительство онкологического диспансера. По его словам, строительство планируется завершить до конца текущего года. Отвечая на вопрос спикера парламента, он отметил, что строительство стационара позволит сократить сроки ожидания в очереди пациентов-диспансера. Кроме того, стационар будет оснащен самым современным оборудованием. Главный врач-диспансера Александр Терещенко отметил, что обстановка с онкологическими заболеваниями в республике сложная. Ввод в эксплуатацию стационара и новой поликлиники позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере. В тот же день Хизришик Саидов посетил центральную городскую больницу города Каспийска, где запланировано строительство нового лечебно-терапевтического корпуса. 18 июня состоялось заседание президиума республиканского парламента, на котором были определены дата проведения и предполагаемые вопросы повестки дня очередной июньской сессии Народного собрания Республики Дагестан. Открыл и вел заседание спикер парламента Хизришик Саидов. Президиум принял решение созвать 24-ю сессию Народного собрания в Махачкале 28 июня. В повестку дня сессии предварительно внесено 20 вопросов. В ходе заседания председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Мусам Ашалиев проинформировал депутатов о ситуации с арендными платежами по объектам газоснабжения Республики. Завершение президиума Хизришик Саидов дал поручение ряду комитетов парламента изучить состояние дел с повышением квалификации медицинских и педагогических работников. На этой неделе состоялись заседания комитетов парламента, на которых были рассмотрены законопроекты, предполагаемые для принятия на очередной июньской сессии Народного собрания. 19 июня Комитет Народного собрания по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений провел заседание, на котором обсудили изменения закона Республики Дагестан о некоторых вопросах осуществления общественного контроля в Республике Дагестан. Вел заседание председатель комитета Магадкади Гасанов. Законопроект представил председатель Общественной палаты Республики Абдулхалим Мачаев, который отметил, что данный законопроект разработан в целях конкретизации субъектов общественного контроля в Дагестане. 20 июня состоялось заседание Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по здравоохранению и социальной политике, на котором был обсужден ряд вопросов. Вел заседание председатель комитета Висампаша Ханалиев. В работе комитета приняла в участие заместитель председателя Народного Собрания Елена Ельникова. Депутаты рассмотрели изменения в статью 5 закона Республики Дагестан о ежемесячном пособии на ребенка. Представляя этот законопроект, заместитель министра труда и социального развития Республики Дагестан Мурат Казиев отметил, что частью 2 статьи 5 этого закона предусмотрена индексация размера ежемесячного пособия на ребенка в установленном законодательством порядке. В целях усиления государственной поддержки семей с детьми, обеспечения поэтапного увеличения размера ежемесячного пособия на ребенка предполагается установить с 1 января 2018 года его в размере 150 рублей. Затем был рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон Республики Дагестан о социальной поддержке жертв политических репрессий. И в закон Республики Дагестан о социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда. По этому вопросу также выступил заместитель министра труда и социального развития Мурат Казиев. Он обратил внимание на то, что проектом закона предусматривается предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг жертвам политических репрессий и ветеранам труда в виде компенсации расходов, исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Дагестана порядке. 20 июня состоялось заседание комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. Вел заседание председатель комитета Фекрет Раджабов. Депутаты рассмотрели проект республиканского закона о внесении изменений в статью 4 закона Республики Дагестан, о некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан, где в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования будет отнесено утверждение правил благоустройства территории самого муниципального образования. Затем участники заседания рассмотрели изменения в закон Республики Дагестан о муниципальной службе в Республике Дагестан. 21 июня состоялось заседание комитета по аграрной политике и природопользованию. Вела заседание председатель комитета Асиат Алиева. Открывая заседание, она отметила, что проект закона о внесении изменений в закон Республики Дагестан, об отходах производства и потребления в Республике Дагестан был принят в первом чтении, разослан всем заинтересованным структурам и ведомствам, опубликован в средствах массовой информации для обсуждения. Следующий проект закона об экологической экспертизе в Республике Дагестан также подготовлен депутатами комитета. В соответствии с федеральным законодательством, проект закона устанавливает полномочия по осуществлению экологической экспертизы. В частности, определяется перечень объектов регионального уровня, подлежащий государственной экологической экспертизе. Подобные законы уже приняты в ряде субъектов Российской Федерации, а экологическая экспертиза проводится в целях предотвращения возможных неблагоприятных воздействий на окружающую природную среду. Далее депутаты обсудили проект закона о внесении изменений в статью 2 закона Республики Дагестан о развитии сельского хозяйства в Республике Дагестан. 21 июня состоялось заседание комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству. Вел заседание заместитель председателя комитета Ферудин Раджабов. Касаясь проекта закона о внесении изменений в статью 14 закона Республики Дагестан об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении развития экономики в Республике Дагестан, принятого в первом чтении, он отметил, что в соответствии с федеральным законодательством в республиканском законе предусматривается возможность финансового обеспечения инновационной деятельности через Республиканский фонд поддержки инновационной деятельности. Следующим был обсужден проект закона о внесении изменений в закон Республики Дагестан о приватизации государственного имущества Республики Дагестан, с которым выступил заместитель председателя комитета Мурат Пайзулаев. 22 июня заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Елена Ельникова и заместитель председателя правительства Республики Дагестан министр образования и науки Умпазиль Амарова посетили место строительства нового жилищного комплекса, где на первом этаже будет располагаться детское дошкольное учреждение. Застройщик его жилье спроектировал жилой комплекс таким образом, чтобы первые этажи зданий могли быть использованы под детский сад, поликлинику и административное здание поселка Кихулаев. Строительная компания передает все эти помещения муниципалитету на безвозмездной основе. Учритель компании, депутат Народного собрания Нариман Тимуркаев отметил, что первоначально жители поселка были против строительства, но ему удалось найти с ним общий язык, так как в округе не было ни детского сада, ни поликлиники, а сама администрация поселка арендовала помещение в школьном здании. В сопровождении Наримана Тимуркаева гости обошли здание, осмотрели помещения будущих социальных учреждений. Актуальность строительства дошкольных образовательных учреждений, она всегда была и есть, остается на сегодняшний день. Более того, на недавней встрече главы республики наш Дагестан Владимира Абдулевича Алиева с представителем бизнес-сообщества нашей республики были высказаны предложения, в том числе и Народным собранием, о необходимости постановки задачи практически всем строительным компаниям, которые занимаются строительством многоэтажных домов на территории столицы, на территории республики, чтобы рассматривались первые этажи и прилегающая территория для строительства детских садов и объектов социального назначения, то есть поликлиник. Все мы знаем, что, и об этом неоднократно сейчас говорила и министра образования, о необходимости создания таких объектов. Вот данный объект, он находится в зоне постоянного внимания депутатского корпуса, потому что и инициатор наш депутат, бизнесмен, и строительство. Мы были здесь год назад, когда еще только вот этот комплекс жилищный поднимался. На сегодняшний день уже благодаря усилиям нашего депутата получено разрешение Росопеднадзора заключение о том, и это очень важно, что территория, которая отведена на первых этажах, она позволяет разместить здесь дошкольно-образовательную организацию в соответствии со всеми современными нормами Санпина. Это позволяет и то, что застройщик уже на этапе проектирования обозначил все моменты, необходимые в соответствии с Санпином, о необходимости присутствия прилегающей территории. Территория, которая необходима для прогулок детей, для их оздоровления, то есть то, что все необходимо для обеспечения жизни, здоровья, создания всех условий для развития детей. Более того, сейчас нам вот наш застройщик говорит о том, что кроме детского сада он планирует на первом этаже, значит, справа разместить еще и поликлинику. Мы все знаем, что и президент Российской Федерации, и глава нашей республики говорят о необходимости проведения реформ в системе первичного звена медицинской помощи. Это прежде всего наши поликлиники. На сегодняшний день детские поликлиники, муниципальные поликлиники находятся в здании старых пятиэтажек, которые приспособлены. И в этих зданиях, в этих помещениях мы можем видеть иногда по два, по три врача, плюс еще две медсестры принимают. То есть практически те условия, которые необходимы для приема пациентов, и особенно маленьких пациентов детей, они на сегодняшний день отсутствуют. На сегодняшний день мы несколько лет назад был построен единственный проект в системе столичного образования, это поликлиника номер один, которая сейчас располагается в одном из таких же современнейших домов на первом этаже, где действительно детская поликлиника соответствует всем нормам Санпина. Поэтому народное собрание всегда во внимании народного собрания находятся проблемы детства, проблемы образования, проблемы здравоохранения. И сегодняшний наш приезд сюда, это еще один из способов парламентского контроля за данной стройкой, за данным проектом, который направлен на создание условий, достойных для развития и жизни наших детей. Жители улицы Ярыгина в столице Дагестана собрались, чтобы высказать слова благодарности в адрес спикера дагестанского парламента Хизри Шиксаидова за помощь в благоустройстве и асфальтировании их улицы. Жительница дома номер 13 Марьям Абдулаева рассказала, что в ноябре прошлого года пришла на прием в общественную приемную к председателю народного собрания Хизри Шиксаидову. В ноябре прошлого года я была на приеме у Хизри Исаевича Шиксаидова с просьбой о реконструкции нашей улицы. Мы неоднократно обращались в различные органы, но никто на нас не реагировал. Единственный человек, который нам помог, откликнулся на нашу просьбу, это председатель народного собрания Шиксаидов Хизри Исаевич. А что было с улицей? Улица была просто в жутчайшем положении, в состоянии. Такие колдобины, как буквально после бомбежки. И это очень много лет, я же говорю, мы обращались, но никто никак нас слушать не хотел. Вот, Хизри Исаевич, огромное вам спасибо за вашу отзывчивость, за то, что вы как бы исполняете просьбы народа. Большое за это спасибо. Нашу улицу асфальтировали, сделали тротуар для детей, которые выходят со школы, потому что, выходя из школы, дети выходили прямо на проезжую часть. Ну, на данный момент здесь у нас прекрасный тротуар, прекрасная асфальтированная дорога. Мы, конечно, очень рады, очень довольны. И большое спасибо еще раз выражаем от лица всех жителей наших. Как отметил житель улицы Гаджи Акпар Амаров, к сожалению, тротуар на улице продержался недолго. Часть его неизвестные застройщики разрыли для прокладки каких-то своих коммуникаций к новостройке и бросили в таком непреклядном виде. Поэтому жители обращаются к администрации советского района Махачкалы с просьбой найти виновных и восстановить тротуар. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok